Сегодня в Республиканском национальном музее открылись Козласовские чтения. За два дня ученые и музейщики обсудят научные исследования по истории Хакасии и вспомнят имя первого хакасского археолога Леонида Козласова. Для современных краеведов в республике профессор МГУ и по сей день остается той вершиной, к которой они продолжают стремиться. Человек-легенда, человек-феномен. Уважение и признание Леонид Романович удостоился еще при жизни. Это он, проведя масштабные полевые исследования, доказал, что древняя Хакасия – это мощная цивилизация со своей письменностью, городищами и манихейскими храмами. Он работал в других частях Сибири, проводил раскопки в Центральной Азии, но не скрывал, что прежде всего его интересует Хакасия. На ее изучение Козласов положил главные силы, и ей он посвящал свои стихи, которые так хорошо дополнили сегодняшние научные доклады. Я вновь хочу зачитать вам стихи Леонида Романовича о родине. «Воздухом родины не надышусь, не нагляжусь на тайгу и степь, ирис голубой мне радует глаз, в лесу полыхают огнями жарки». Работу в поле Леонид Романович считал главной для ученого, потому что следы прошлого – они во всем, что нас окружает. Главное – уметь их расшифровать. Этому он учил и своих учеников, которые просто боготворили своего преподавателя. Именно благодаря ему выбирали стезю археологи. Костяк хакасских археологов – как раз те, кто в свое время побывал в экспедициях с Козласовым. И на всю жизнь запомнили его уроки. Его рассказы о истории. То есть во время обеденного перерыва он подсаживался к нам, школьникам хакасской национальной школы. И начинал нам рассказывать о каких-то эпизодах древней истории. Это, конечно же, сразу забораживало, привлекало внимание. Пять лет назад Национальному краеведческому музею было присвоено имя Козласова. И скоро, надеются музейщики, память великого ученого будет достойно увековечена, благодаря тому, что появится новое здание хранилища истории. Грандиозная стройка уже началась. Ее окончание намечено на 15-й год. Трехуровневый проект. Это будет мультикультурный центр, не только музей. Там будет находиться зал февармония на 640 мест, там будет зал конференции на 100 с лишним мест, там будет детский музейный центр. И вы сами прекрасно понимаете, насколько качественно изменится культурная, научная жизнь нашей республики со зданием такого мощного центра. Как надеются специалисты, новое здание должно повлиять на качественное развитие науки в республике, на повышение интереса жителей к истории родного края. Именно об этом мечтал и Леонид Романович, который только начал раскрывать тайны Древней Земли. Достоверно установить все исторические факты предстоит уже следующим поколениям ученых. Марина Конодакова, Дмитрий Симонов, РТС.